Привет всем! Хочу сегодня немножечко поболтать с вами о том, как же все-таки подбирать хорошие цвета для диджитал работ. Меня часто нахваливают по поводу подбора цветов в моих рисунках. Мол, они смотрятся крайне гармонично и привлекают внимание. В общем, хочется на такие картиночки ставить лайки и подписываться. Много. Правда, очень много людей просили сделать подобный ролик с подборкой моих советов про цвета, а нет уже всех доставших цветовой теории. Так что в этом ролике будет небольшая подборка моих советов по покрасу в диджитале, которыми я пользуюсь по сей день. Важно помнить, что в искусстве нет четких правил, каждый волен делать то, что он хочет. Соответственно, не каждому мои советы могут подойти, а кто-то даже будет их специально нарушать. В этом нет ничего плохого. На фоне, как вы уже могли заметить, спидпейнт шапки канала для ютуба. Просто решил обновить канал. Все-таки 4 месяца этого не делала. Итак, присаживайтесь поудобнее, берите графический планшет или бумагу, уж на чем вы там рисуете. Обязательно наливайте себе охлаждающие напитки, ведь в жару это как-никак важно. А я начинаю. Первое. Правила трех цветовых пятен и готовые палитры. Начну с того, как же я подбираю цвета. Мне чуточку повезло и у меня хороший глазомер. Но никто не отменял изучение теории цвета, как бы вы не хотели это учить. Но пересиливать себя надо. Вернемся к теме. Итак, самое важное. Почти везде у меня есть правила трех основных цветов. Конечно, есть исключения, где уже правила двух цветов или даже одного цвета, но мы говорим сейчас о трех цветах. Что же это значит? Это значит то, что в моих рисунках присутствует по большей части три основных цветовых пятна. Все еще не до конца понятно, но тогда ловите пример. Берем и влюрим любой мой рисунок. Как видите, здесь три основных пятна. Пордовый, оранжевый и глубой. Все остальные уже не так сильно бросаются в глаза и менее важны, ведь зачастую они лишь украшают основную работу, делают ее более красочной и являются оттенками тех трех основных цветов. Мне это правило очень помогает. Это правда удобно и так вы не запутаетесь в цветах. Так что рекомендую это всем. Кстати, не бойтесь экспериментировать цветами. Без экспериментов вы не узнаете, какое ваше любимое сочетание цветов. Однажды, вы можете просто собраться с мыслями, сесть за компьютер или телефон и скачать кучу классных готовых палитр себе в галерее в отдельную папочку, а потом просто в любой момент, когда не станет вдохновение, заходите в эту папку или ставите палитр до тех пор, пока у вас не появится идея рисунка с той или иной цветовой палитрой, которая вам соответственно понравилась. Как совет могу еще добавить то, что можете брать палитры с работ ваших любимых художников. Лучше всего ориентироваться на работы художников с высоким скиллом. У них и палитры получше будут, чем у новичков. Да и больше полезно узнаете. Дам вам немного времени на то, чтобы вы разобрали свои работы на цветовые пятна, а я пока упомяну то, что в моем инстаграме посты почти что каждый день, так что переходите туда. Ссылочка в описании. Итак, продолжим. Если вы не можете подобрать нужные цвета сами или у вас нет любимых художников, у которых есть офигенные цвета на работах, то можете просто открыть первые попавшиеся сайты по поиску подбора цветов. Например, мне понравился вот этот сайт. Немножко потыкаю тут палитру для вас. Кстати, вот добавлю совет. Не бойтесь использовать разные цветовые палитры, рисуя в одной цветовой гамме, рано или поздно это надоест, а еще вы не будете развиваться, ну или будете это делать крайне медленно. Вот я использовала одну такую палитру для своего скетча. Результат меня в целом удовлетворяет. Рисовала какую-то девочку из головы с косынкой. Кстати, как вариант, если вам очень лень, вы можете еще в гугле найти уже готовый палитр в разделе изображения. Свой вкус. Пользуйтесь на здоровье. Если у вас есть Procreate и iPad, вы можете сделать вот так. Берете готовое изображение из галереи, зажимаете и перетаскиваете его на часть готовых палитр. Вуаля, теперь у вас есть цветовая палитра той или иной работы. Второе. Холодные и теплые тени, а также холодный и теплый свет. Что же по поводу теней и света? В своих рисунках я делю тени и свет на два типа. Холодные и теплые. У художника обычно не принято добавлять одновременно теплый свет и теплые тени. Есть два общепринятых варианта. Холодные тени и теплый свет, самый распространенный. И теплые тени с холодным светом. Встречается реже. Пример сейчас на экране. Стоит помнить, что каждый вариант для определенного типа освещения. Кстати, не забывайте, что есть теплые желтые и холодные желтые. Ну и так с остальными цветами, как например здесь. Также, если тени теплые, то блики на волосах тогда холодные. Ну и наоборот соответственно. Третье. Черные и серые тени. А теперь мы поговорим о серых и черных тенях. Серые тени визуально делают работу грязной. Но тут есть важное уточнение. Вы можете использовать серые и черные тени, ведь никто вам этого не запрещает. И в особых случаях это может быть даже уместно. Но я говорю о самых распространенных случаях, где это не к месту. Сделаю небольшую зарисовку с черными и серыми тенями. Но, к сожалению или к счастью, это не мой стиль. Так что вылить, ну, не очень, наверное. Или черные, иногда могут быть реально стильными и круто выглядеть. Например, черные тени часто можно увидеть во всяких комиксах, татуировках и принтах на футбол. Но если вы хотите взять красочную и яркую работу, то можете, внимание, можете использовать вот эти цвета для своих теней. Они как раз у меня самые распространенные на работах. Обязательно поиграйте с эффектами наложения в вашей программе, когда будете добавлять тень. Сохраняйте и пользуйтесь на здоровье. Четвертое. Блики на волосах. А теперь мы поговорим о бликах на рисунках, ведь это тоже важная вещь в рисовании. И у новичков часто здесь есть проблемы. Поэтому у нас стрели ушки и слушаем. Прошу, не рисуйте на волосах чисто белые блики. Пожалуйста, не нужно. Белые блики могут быть только на очень светлых волосах. Например, блонд серый белый. Да-да, именно белый. Белые блики на белых волосах. Примерно на экране. Что, вы не в курсе по поводу того, что не всегда яркий белый цвет уместен? Например, здесь ярко-белые волосы. Неуместны и просто выбиваются из общей картины. Но они, блин, слишком белые. А вот этот оттенок вписывается в общую картину. Потому что здесь играет роль именно освещение. Оно тут типа вечернее. Немного отвлечемся на минуту спонсора. Советую не проматывать, если вы начинающий диджитал-художник. Спонсор сегодняшнего ролика – компания Gaomon, которая любезно предоставила нам на обзор планшет из бюджетной категории. А именно Gaomon S620. В базовой комплектации чехол для стилуса. Шнурок для подключения с штекерами USB и microUSB. Стилус. Сам планшет. Переходник с USB на Type-C. А также ключ и сменные наконечники для стилуса. И инструкция на разных языках. Размеры планшета – 174 на 211 мм. Рабочая область – 165 на 101 мм. Дизайн достаточно минималистичный. На корпусе имеются 4 кнопки, на которые можно настроить сочетание клавиш, необходимое вам. Стилус запакован в полиэтиленовый пакет. На стилусе имеются 2 кнопки, на которые также можно запрограммировать любое сочетание клавиш. Для хранения стилуса используется чехол из фетра. А также при надобности вы можете заменить наконечники при помощи ключа, который идет в комплекте. Планшет может подключаться как к компьютеру, так и к мобильным устройствам. Сейчас вы видите на примере работу планшета с телефоном Samsung в программе eBizPaint. На официальном сайте можно скачать драйвера для компьютера, в которых вы сможете настроить такие функции, как чувствительность, назначить сочетание кнопок на стилусе, включить некоторые дополнительные функции. Назначить сочетание кнопок на планшете, изменить рабочую область. Присутствует пункт настройки, в котором вы можете изменить язык интерфейса, назначить сочетание клавиш для быстрого открытия драйверов, создать резервную копию настройок, просмотреть версию ваших драйверов, а также увидеть информацию о вашем устройстве. У данной модели есть функция «Степень нажатия». Пример ее работы на экране. Также, если вам нужен планшет для игры в косу, на сайте есть отдельные драйвера специально для этого. А ссылку на магазин, где вы можете ознакомиться со всем ассортиментом товаров, вы можете найти в описании. Так, о чем это я? Ах да, продолжим. Пятое, рефлексы. А вот теперь я вам расскажу о такой вещи, как рефлексы. Цитирую. Это оптический эффект отраженного света, изменение тона или увеличение силы окраски предмета, возникающие в отражении света, падающей от окружающих его предметов. Теперь вернемся к моему примеру. Представим прядь красных волос, светлую кожу, черную футболку и голубую пространство за нашим объектом, чем бы оно там ни было. Каждый объект отбрасывает такое вот свечение, или как его по-простому назвать, на черный футбол. На экране мой пример. Главное не делать эти рефлексы чересчур яркими, как вот справа, а то все сольется. В общем, слева нормальный вариант, как должно быть, а справа перебор. Хотя тут и от ткани зависит, но в этом примере самая обыкновенная тканевая футболка. Шестое. Фильтры и шум. Фильтры у меня это цветные слои поверх моих рисунков. Чаще всего такой слой у меня оранжевый с эффектом умножения с прозрачностью от 10 до 30%. Последнее время его стараюсь не добавлять для того, чтобы работы выглядели светлее. Могу порекомендовать такой интересный фильтр, как шум. Смотрите, как я его добавляю в Procreate. Сначала ставлю умножение слоя поверх всего рисунка, а потом просто добавляю шум. В том же сайе нет такой встроенной функции, в отличии от того же Procreate. Поэтому, когда там рисовала, то скачивала в гугле скринтон с шумом и просто вставляла его из галереи на рисунок, пользуясь лайфхаком. Шум добавляет вот такую вот необычную зернистость. Выглядит довольно таки неплохо и напоминает старые кадры из аниме или фильма. Можете экспериментировать и вместо шумба добавлять текстуру бумаги или картона. Соответственно, почему бы и нет. Конечно, этот пункт не особо относится к теме ролика, но думаю так же вместе. Седьмое. Цветной line, а также blur line. Отдельный пункт по поводу цветного line. Быстро упомяну эту вещь. Вы просто красите line работая в оттенке темнее, чем сами цвета, типа отделяя разные объекты. Чтобы покрасить line Procreate, вам нужно свайпнуть слой с line вправо именно двумя пальцами, либо нажать на слои и самому выбрать блок альфа канала. Все, теперь вы не можете выйти за границы выбранного слоя. В сайе и других программах есть похожая механика. Кстати, если вы не хотите красить отдельные части line, а хотите чтобы он был однотонным, то лучше использовать не чисто черный цвет, а например темно-синий, темно-красный и т.д. Да, разницы не особо много, но мозг это замечает и работа для него становится более красочной. А вот теперь я, возможно, кому-то открыла Америку по поводу блокировки слоя, ведь моя подруга рисует Procreate 3 года и только сейчас узнала о такой функции. Но никогда не поздно знать что-то новое. Теперь поговорим про блюр line. Наблюдайте за моими действиями внимательно. Итак, дублируем line, потом блокируем слой с line. Далее я окрашиваю в темно-оранжевый, но вы можете красить любой другой и не слишком светлый и не слишком темный цвет. Также можете ставить режим умножения, но тут уже на ваше усмотрение. Теперь, если у вас есть Procreate, сделайте как я, если у вас его нет, то в новых версиях сайе есть блюр по гауссу. Берете и тянете ползунок, главное не переборщить, чтобы не получилось все мыльным. Если же у вас нет этой функции, то берите кисть с блюром и мазюкайте этот слой. Все, теперь ваша работа смотрится чуточку мягче и более плавно. Восьмое. Тени с использованием ультрамарина. Ультрамарин – это цвет между синим и фиолетовым. В третьем пункте я уже упоминала ультрамарин. Можете перемотать обратно и посмотреть, какого он цвета точнее, если вам это сложно визуализировать. Так для чего же я это упомянула? Ну, на самом деле его крайне классно добавлять в самые темные участки теней с умножением и уменьшать прозрачность слоя. Это помогает взять объект еще объемней. Но главное не переборщить, а то будет выглядеть так, будто персонажи синяки на теле. Девятое. Румянец на щеках и блики на лице. Те, кто любит рассматривать мои работы, знают, что я почти везде добавляю румянец на щеках, пальцах, плечах, ну и других частях тела. Я сначала просто блюрю красный цвет, а потом добавляю поверх полосочки. Такое часто в аниме можно увидеть. Можете так же делать, но желательно не переборщить, как вот на экране я показала, что будет, собственно, если переборщить. Иногда я добавляю блик на щеке, либо возле носика, чтобы придать лицу объем. А еще это просто классно смотрится. Стало подобно добавлять приблизительно около года назад. Примеры на экране. Крайне маленький пункт получился. Больше нечего добавить. Все кратко. Десятое. Градиент на волосах и шерсти. Допустим, вот примеры градиента. Мы используем два цвета, но объективно этого недостаточно и чего-то не хватает. Теперь добавляем промежуточный цвет. По моему мнению, стало реально лучше. Это крайне незаметная деталь, но, как по мне, она улучшает работу визуально. Подведу итоги. В целом, это были все советы. Честно, даже не знаю, что еще добавить. Вот прям уже все сказала по поводу своего покраса. Я не рисую замудренно. Мои рисунки и стиль может повторить кто угодно. Нет, это не намек срисовать мои работы. Пожалуйста, не надо. Можете в комментариях написать свои советы. Самые годные про лайки. Благодарю вас за 25 тысяч подписчиков. Меня безумно радует то, что вас в последнее время стало так много. По следующим роликам, скорее всего, будет вопрос-ответ. Подходящие вопросы уже имеются, так что новое видео уже не за горами. Вот такой вот ролик получился. Благодарю вас за просмотр. Пишите отзывы по поводу моих советов и в целом ваше мнение насчет ролика. Всем пока и до новых встреч на этом канале. Субтитры сделал DimaTorzok